Приветствую! В этом видео мы разберемся с тем, имеют ли право представители ТЦК и СП проверять документы у человека. Также мы разберемся с тем, в принципе, кто и на каких основаниях во время военного положения может проверять ваши документы. Но перед тем, как мы начнем, хочу сделать небольшую оговорку, пояснение о своих видео. Друзья, в комментариях вы часто пишите, мол, почему ты рассказываешь про права полиции, про права военнослужащих, про права ТЦК и так далее. Мол, расскажи про наши права. Почему я это делаю? Дело в том, что невозможно эффективно выстроить свою защиту, если ты не знаешь, а какие же полномочия у той же полиции, у тех же представителей ТЦК и СП. Ну вот невозможно защитить себя, если ты не знаешь, а что могут они. Как мы с вами знаем, согласно Конституции Украины, а если быть точнее, 19-й ее статьи, государственные органы должны действовать в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины. И, естественно, мы должны знать, а есть ли соответствующий закон, который определяет право, например, ТЦК и СП, либо право полиции проверять документы, да, либо какое-то другое право, и как они могут это делать. И вот тут, зная это, мы, оказавшись в такой ситуации, контролируем, что происходит. Мы уже знаем, могут они это делать или не могут. И если мы видим, что они делают то, чего они не могут делать, на что они не имеют права, у нас сразу появляется основание для неподчинения, для обжалования этих действий. Этого не может у нас появиться, если мы не знаем, могут они проверить документы или провести поверхностную проверку, либо нет. Нам нужно обязательно знать, что они могут делать, на что они имеют право. И, в принципе, друзья, я думаю, вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы бороться с системой, ты должен знать правила этой системы. И если ты их знаешь, то ты можешь использовать эти правила себе во благо. Друзья, вот именно поэтому я рассказываю о полномочиях ТЦК и СП, о полномочиях полиции. И сегодня мы поговорим о полномочиях проверять документы. И сделаем это на основании действующего законодательства. Поехали! Начнем мы с закона Украины про правовый режим военного стану. В этом законе есть статья 8, которая имеет такой текст. Військовое командование может запроваджировать и действовать в межах тимчасовых обмежений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридичных осіб, передбаченных указом президента Украины про введение военного стану, так и заходы правового режима военного стану. И в пункте 7 указано переверять у порядку визначенном Кабинетом Министров Украины документы у осіб, а в разі потреби проводить огляд речей, транспортных засобов, багажу та вантажів, службових примещений и житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцией Украины. З цього пункта мы бачим с вами головное, то, что нас интересует сегодня – повноважение переверять документы у осіб. И совершать это повноважение они могут в том порядке, который визначен Кабинетом Министров Украины. Конечно, здесь возникает вопрос. Вопрос следующего характера. Если в Конституции Украины, в статье 19 написано, что действовать госорганы могут только в порядке и в способ, установленный законом, то вот эта, конечно, отсылка меня несколько смущает на порядок определенный Кабинетом Министров. Но главное здесь что? Главное то, что закон о правовом режиме военного положения предусматривает право проверять документы у человека. То есть вот это право зафиксировано и оно зафиксировано за военным командованием. Теперь, конечно, мы должны посмотреть, да, разобраться с тем, что же написано в порядке, который установил Кабинет Министров. То есть как государство видит эту ситуацию. Есть соответствующий порядок, это постанова 1456, которая называется «Про затверджение порядку перевірки документов в осіб, огляду речей, транспортных засобов, багажу та вантажей в службовых примещениях житлах громадян «Печас забеспечения заходи в правового режиму военного стану». Такое длинное название, ссылочка на него, конечно же, будет в описании. То есть кому интересно, сможете подробно ознакомиться. Кто может проверять документы согласно этой постанове, постанове КМУ 1456? Там есть пункт 5, и там записано, что проверять документы мают право уповноважені особи национальной полиции, СБУ, национальной гвардии, Держприкордонслужбы, ДМС, Держмитслужбы та Збройных сил, які визначени в наказі коменданта. То есть даже если мы говорим о том, что мы несколько отступаєм от требований Конституції, ну допустим, окей, в условиях военного положения это допустимо, и сама Конституція говорит, что это допустимо, но что должно быть по правилам, по порядку, который установил Кабмин? Должен быть наказ коменданта, в котором будет указано, что этот человек может проверять ваши документы. То есть на сегодняшний день, в принципе, военные, представители ТЦК и СП, могли бы проверять ваши документы. Но первое условие должно быть выполнено. Они должны быть в наказе коменданта. А таких приказов очень сложно найти. Почему? Ну, есть подозрение, что их просто не существует, как и не существует комендантов. Потому что этот вопрос достаточно закрытый. И когда ты начинаешь искать нормативные акты, там приказы чьи-то, да, о установлении, о назначении коменданта, то оказывается у нас этих комендантов нет. Поэтому, друзья, вот исходим сейчас из того, да, давайте играть в их игру. Они установили правило. И если они подходят и говорят, что мы хотим проверить документы. Окей, вопросов нет. Покажи наказ коменданта. Покажи приказ коменданта, которым ты уполномочен проверять документы. Пусть покажет. А потом мы поговорим уже о следующем вопросе. Следующий вопрос звучит так. А какие же основания для проверки документов в условиях военного времени? И эти основания, они касаются именно у повноваженных ОСИП. Да, мы определились, что документы может проверить уполномоченное лицо. Окей, право есть у него. Представим себе достаточно фантастическую, как мне кажется, ситуацию, что он вам показал приказ коменданта, в котором этот человек, тот человек, который к вам обратился, действительно является уполномоченным лицом. Но у него должны быть основания для проверки документов. Эти основания записаны в той же самой постанове 1456. Вот давайте ознакомимся с этими основаниями. Первое основание. Якщо особо має зовнішній ознаки схожі на ознаки особы, як перебуває в розшуку або безвісно зніклої особы. Если такое у вас основание, ну окей, пожалуйста, покажите мне ориентировку. Просто покажите. И, друзья, мы избежим любого конфликта, да? Окей, я готов показать вам документы. Но если вы мне покажете приказ коменданта о том, что вы можете проверить мои документы, и покажете ориентировку, никаких проблем. Кстати, здесь нужно сделать небольшую оговорку. Поэтому, когда я говорю «покажите приказ», когда я говорю «покажите, например, ориентировку», у них на самом деле нигде не прописана такая обязанность. Но с точки зрения того, что я являюсь в первую очередь гражданином этого государства, я не диверсант, да? Вы должны, наверное, ко мне относиться как гражданину и уважать мою честь и достоинство. И поэтому, пожалуйста, уважьте и покажите мне ориентировку. Далее, второе основание. Вот это та ситуация, о которой мы говорили вот в одном из предыдущих видео, когда говорили о том, что ТЦК, например, может уведомить полицию, обратиться к полиции с обращением о том, что человек нарушает правила воинского учета. И вот это обращение, в принципе, для полиции является вот этой достатнею педставою вважат еще особо в чиныла правопорушения. Окей, пытай нема, покажите мне обращение, например, того же ТЦК и СП к полиции о том, что я нарушил. Показали, все, вопросов нет. Но они же не покажут, да? Почему? Потому что, скорее всего, его нет. Далее. Якщо особо перебувая на территории, чьи объекти и специальным режимом. Друзья, вот эти моменты, понятно, они касаются уже тех ситуаций, когда на объекте, я думаю, вы и так понимаете, на объектах мы редко бываем со специальным режимом. На территории можем быть, да? И, в принципе, вот такая территория специального режима может на сегодняшний день быть та территория, которая находится близко к зоне боевых действий. Ну и близко я не имею в виду 100 километров, да? А вот там, условно, линия до 10 километров, 20 километров, да, может, от линии соприкосновения. Вот там могут устанавливать такие требования, да, и проверять на блокпостах. Здесь я, кстати, вот на блокпостах считаю, что, ну, особенно там, где мы находимся близко к зоне боевых действий, ну, наверное, надо идти навстречу, можете показывать документы, потому что, ну, надо понимать, какая там обстановка. Идем дальше. Следующее основание. Ну, здесь, я думаю, все согласятся, абсолютно нормальная ситуация. Да, если ты в военное время едешь с оружием, то, ну, вполне нормально, если его будут проверять, да, документы твои на это оружие будут проверять. Следующее основание. Если особа перебывает в месте вчинения криминального, адміністративного правопорушения, або дорожньо-транспортной приходы, іншої надзвичайної події. То есть, здесь нужно что понимать? Что полиция проводит работу с установлением тех лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного адміністративного правонарушения, либо ДТП, либо быть свидетелями. Вот, и у них есть соответствующее полномочие, да. Здесь вы сами уже определяете, да. То есть, если вам объясняют, что вот такая причина, то, ну, вы должны, скажем так, посмотреть в округе, а действительно есть эта причина, действительно ли произошло какое-то правонарушение, действительно ли произошло ДТП. Идем дальше. Следующим основанием для проверки документов есть такое основание. Если внешние ознаки особи чи транспортного засобу або действия особи дают достатні основы вважать, что особа причетна до вчинения правопорушения, транспортный засоб может быть снаряддем чи объектом вчинения правопорушения. Что это значит? Полиция вот в этом плане грешит какими ситуациями, когда, например, есть царапины там или разбитая фара на автомобиле, да, вот они используют данное основание, мол, разбита фара, значит, ты причетный до вчинения правопорушения, мол, и ты в ДТП, наверное, попал, а вдруг ты кого-то сбил. Но на самом деле следы ДТП уже давно и, в принципе, признано, что следы ДТП не должны быть основанием для проверки документов, для остановки, ну, если только они не нарушают те требования, которые связаны с безопасностью дорожного движения. Порушение особую відповідних заборон, введенных на території, де запроваджено правовий режим военного стану. Что это может быть? Комендантский час. То есть, введен комендантский час и, в принципе, если вы находитесь в это время на улице, то, да, полиция, военнослужащие могут проверять ваши документы. Но здесь, опять же, какой момент есть? У них точно так же должен быть приказ коменданта о том, что они у повноважения особы. Ну, и должен быть приказ о установлении вообще комендантского часа. Потому что это тоже такой интересный момент. У нас их устанавливают, а не о всех, скажем так, установленных комендантских часах можно найти нормативную документацию, можно найти приказ. Не все это публикуют. И с этим тоже есть вопросы. На этом, друзья, основания для проверки закончились. И, конечно же, есть логичный вопрос. А обязан ли человек иметь при себе сейчас документы? Самое интересное, что да, обязан с точки зрения постановления 12.36, которым введен карантин. Вот в этом постановлении есть пункт 2.2, в котором указано, что запрещается пребывание на улицах без документов. Эту постанову никто не отменил. Она действующая на сегодняшний день, как и действует на сегодняшний день карантин в Украине. И вот эта постанова, в принципе, работает. И с этой точки зрения мы все обязаны иметь документы. Я, вот если обратите внимание, написал в конце хэштег рука-лицо, ну, это единственный такой корректный комментарий, который можно, наверное, по поводу этого высказать. Конечно же, конечно же, есть люди, которые сейчас говорят, ну и что там эта постанова? Мы все знаем, что это все вообще незаконно, эта история с ковидом, с определением карантина, да, с введением карантина, знаем, что суды были по этому поводу и все. Я не буду носить документы. Вот есть такие люди, говорят, так мне все равно. Я не буду носить документы, потому что я считаю, что постанова кабинета министров там противоречит закону. Конечно же, такая позиция имеет место быть и имеет право на жизнь. Но главное, вопрос какой? Какие последствия этой позиции? Можно отрицать все, что угодно. Главный вопрос – последствия. Эти последствия предусмотрены в той же постанове 1456. И там сказано, что в тех случаях, если документы у человека отсутствуют, то уполномоченные лица могут задержать этого человека для установления личности. на срок, который предусмотрен Кодексом Украины о административных правонарушениях. Ну, а там, как мы знаем, срок установлен в 3 часа. То есть, если вы не совершили там определенных правонарушений, да, а чисто вас задерживают для установления личности, то у них есть на это 3 часа. Соответственно, друзья, вот имейте это в виду, потому что это, опять же, вопрос знания правил, знания их полномочий и моделирования заранее ситуации, моделирования своего поведения, и мы можем планировать, как ситуация будет развиваться. Конечно, вы опять можете написать, но это же постанова, это же не закон, а законам-то им не дано право в этой ситуации меня задерживать. Понимаете, в чем дело? Так говорить можно, но вы должны понимать, что тот человек, который носит гордое звание уполномоченный, он смотрит в эту постанову и говорит, мне можно, я тебя покую. Что вы будете делать в этой ситуации? Сопротивляться? Оказывать физическое сопротивление? Я не рекомендую, потому что здесь надо помнить, что для нас главное это наше здоровье. Поэтому здесь вот вопрос открытый. И отвечая на этот вопрос, я могу сказать следующее. Первое. Оцените вообще адекватность человека, с которым вы разговариваете. Постарайтесь ему донести свою правовую позицию, объяснить, например, почему вы не хотите показывать документы, что вы считаете, что у него должен быть приказ коменданта. Если там указан он в приказе коменданта, вы с удовольствием покажете документы при условии, что он назовет и обоснует вам причину проверки документов. Друзья, при этом нужно понимать, что если человек перед вами стоит не очень адекватный, и если вы видите, что он готов на активные действия, лучше показать документы. Да, вы можете получить повестку, но вы не потеряете свое здоровье. Помните об этом, что для вас главное здоровье. Свои нарушенные права вы сможете восстановить. Здоровье вы свое уже не восстановите. Помните об этом, оценивайте ситуацию, исходя из этой мысли. Постарайтесь всегда вести себя с этими людьми максимально корректно, не переходить на оскорбления, не проявлять какое-то там к ним неуважение, но вы им поясните, что вы знаете, как должно происходить все, вы знаете, что у этих людей должны быть подтверждающие документы, и вы просите всего лишь, всего лишь скромная просьба. Подтвердить, что они имеют достаточные полномочия. Если же вы видите, что к вам готовы уже применить силу, то если вы особенно один на один с ними остаетесь, ну скорее вернее, вы один против толпы этих людей, то лучше все-таки показать документы, получить повестку, но при этом не потерять здоровье и не потерять время. Конечно же, есть люди, которые скажут, да, мне все равно, я готов, пусть задерживают, пусть устанавливают мою личность и все такое. Да, если вы к этому готовы, если вы готовы там приехать в полицию, например, да, и там три часа думаете, что вы промолчите, ну друзья, это опять же, скажем так, возможная модель поведения, не рекомендуемая, но возможная. И тут тоже нужно понимать, что всегда помните о своем здоровье и оценивайте адекватность тех людей, с которыми вы общаетесь. Потому что надо помнить, что могут встретиться люди, которые не совсем адекватны, и они найдут методы, благодаря которым вы начнете говорить. И боюсь, что эти методы вам могут не понравиться. Учитывайте, пожалуйста, это. Друзья, если у вас какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях, буду на них отвечать. Что касается проверки документов полицией, то по этому вопросу будет отдельное видео. Напомню, что то, что касалось, то, что мы говорили здесь, то, с чем мы разобрались, это касается только проверки документов уполномоченными лицами. Полиция, кстати, тоже может быть уполномоченным лицом, если человек, соответственно, полицейский указан в приказе коменданта. Поэтому, исходим из следующего, подводя итоги, проверять документы ТЦК и СП может только в том случае, если данный военнослужащий есть в приказе коменданта. Если его нет, если он не показывает такой приказ, то, скорее всего, у него нет полномочий. Даже если у него есть полномочия, просите всегда назвать причину проверки документов и обосновать ее. Ну и помните, что причины такой проверки документов, как военное положение, просто не существует. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok